Мы находимся в Алмате, где проходит конференция и следующий собеседник, генеральный директор оптоклуба РИДы Елена Стрельцова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос, что полезного извлекли по ходу первого дня конференции? Любопытно вначале. Всегда люблю послушать исследования Нильсона, других компаний, которые вообще про рынок, куда все это двигается, куда развивается розница, что нас ждет в будущем, какие-то прогнозы. Это начало конференции. Всегда радует, когда такие. Очень конкретный пример был в второй сессии компании, которая уже достаточно давно находится в Альянсе. Замечательно. Молодой человек рассказал. Владимир, по-моему, зовут. А мы, собственно, пока не в Альянсе. Думаете о вступлении? Не знаю, но мы там сейчас ищем какие-то варианты взаимодействия. В общем, даже согласованная встреча уже Сергей к нам приедет в Питер. А с какими проблемами по-вашему сталкивается в последние годы ритейл? Ну, пока все росло, пока там достаточно инфляция была, пока наращивали количество точек. Немножко, наверное, недостаточно внимания уделяли непосредственно эффективности работы компании. И сейчас, когда надо бороться уже за потребителя, это не вот как бы так становится все сложнее и сложнее. Да, то есть эти вопросы встают просто на первый план. Это важно достаточно и становится. И, в общем, это, наверное, на ближайшее время для наших компаний российских такой основной резерв повышения эффективности работы компании. А насколько изменился потребитель за последние годы? Да, особо не изменился, с моей точки зрения. Ну, единственное, что молодежь, да, как бы она там уходит в онлайн, там, да, им нужна больше информация. Они, у меня даже старший сын, да, то есть мы ездим все время вместе у нас в сети закупаться, да, по выходным заодно и посмотреть, что там происходит. Вот, но как бы в последнее время мы закупаемся на гораздо меньшие суммы, потому что он перешел на доставку здорового питания, чтобы не готовить, чтобы не париться. Вот он заказывает там, ему привозят в этих коробочках, он ест. Ну, и у нас сразу так, и средний чек снизился, наш личный. И такой вопрос касается нового потребителя. Эту тему вы задели. Насколько новый потребитель, который в будущем станет основным покупателем, отличается от нынешнего покупателя? Ну, не знаю, сложно сказать. Вот сегодня прозвучало, что вот они там покупают, молодежь, вот она там в интернете, что они только здоровую еду покупают, что они как-то там по-другому совсем. Я вот прям вот так сказать не могу. Люди и молодежь у нас совершенно разные. Есть именно такие, которые вот там заботятся там, да, и думают. А есть такие, которые, ну, вот как в любом поколении люди разные, да, и есть такие же, разглядяя, какими были мы в свое время, да. То есть поэтому мне кажется, что это просто гораздо более такие медленные изменения, которые, да, то есть мы туда двигаемся, я согласна, да. То есть но когда мы туда придем еще, я думаю, что я последние 15 лет слышу о том, что здоровый образ жизни – это тренд. Ну, вот он как был там чуть-чуть, как бы, да, то есть в натуральном там выражении, там выручки, да, то есть так он и сейчас есть. Это у нас вот тренд здорового питания – это гамбургер и кола лайт. Заключительный вопрос. Что вы ожидаете по итогам этой конференции? Я привезла сотрудников, которые не слышали. Я хочу, чтобы они послушали перед тем, как у нас будет более плотный диалог состояться уже непосредственно, когда Сергей приедет к нам.